Доброе время суток, товарищи! Если вам интересно, как добавить в Garry's Mod цифровой таймер, или же счетчик устранений для тренировочной карты CSGO, присаживайтесь поудобнее и поехали! За что я обожаю Source Engine, так за возможность реализовать идеи разными способами. Если говорить за отчет таймера в игре, то только сейчас я могу спокойно назвать целых три вариации реализаций. Например, в серии игр Portal использовалась просто анимированная текстура. И мы, кстати, на эту тему делали видео, посмотрите, пожалуйста. А мы продолжим. Второй метод реализации был показан нашим коллегой-ютубером TopHeadWaffle, где в качестве цифр на табло использовались сущности Funk Brush. Данный ролик тоже рекомендуется к просмотру, если вы ленитесь выходить за пределы Хаммера. Ну и третий. Наш сегодняшний способ будет в том, чтобы использовать 3D-модель с переключаемыми скинами. Какой бы метод вы не выбрали, все они будут использовать одни и те же логические сущности. Mav Counter и Logic Timer. Ну, если вы еще не выключили этот ролик, начнем с... Подготовка материалов. Самый нудный, но понятный этап работы. Для начала мы заготовили 10 полотен на черном фоне, где на каждом из них отображена своя цифра от 0 до 9, после чего загрузили каждое из изображений в VTF Edit, создав новые VTF и VMT файлы. Так как мало кто захочет работать с 3D-редактором для создания цифрового табло, мы пошли простым путем. Просто создали браш и покрыли его одной из нужных текстур. После чего, благодаря великому проперу, превратили его в 3D-модель. Сейчас кто-то может спросить, почему мы не использовали пропер-скин, чтобы сразу вшить все текстуры в модель. Да, дело в том, что не хотелось засорять кэш новыми, ненужными VMT и папкой, которую создает пропер. Но если вы не гнушаетесь устраивать бардак, можете обойтись и этим способом. Однако, я выбрал другой путь. Есть такая полезная программка Skin Editor, о которой на канале тоже было видео. Мы открыли с ее помощью модель, заменили путь к текстурам и добавили новые скины вручную. Красота! Контент готов к работе! А вы поставьте лайк и подпишитесь, пока не поздно. Таймер. Работа в Хаммере. Первым делом необходимо разместить несколько проб динамик, использующих модель нашего цифрового табло. По для каждого проба нужен индивидуальный маф-каунтер, и у всех троих должно выставлено быть максимальное число 10. Это наши потенциальные скины. Перейдем в аутпад с первого кантера. При изменении цифрового значения указать модели номер скина, соответствующий цифре в графе Initial Value. Также при достижении максимального числа сбросить собственный счетчик до нуля, чтобы зациклить смену скинов по кругу. И последний аутпад. При достижении максимального числа добавить к следующему счетчику единицу, чтобы он, в свою очередь, второй модели изменил циферку на табло. Перейдя ко второму каунтеру, вы заметите все то же самое, кроме имен. Он должен будет влиять на вторую модель и на третий счетчик, а в аутпад с последнего влияния на третью модель и на обнуление самого себя. Что ж, если вам нужен таймер, то логично добавить сущность Logic Timer, который будет каждую секунду добавлять по единице к первому счетчику. Чтобы таймер работал не с начала игры, выключаем его и заставим работать только по нажатию Funk Button. Все. Как уже было сказано, подготовка модели заняла больше времени, чем сама логистика в Хаммере. Предвижу возможный вопрос. А что, если нам нужен обратный отсчет? Все довольно просто. В MavCounter нужно выставить Initial Value равное 9, а в Outputs вместо максимальных значений выбрать минимальное. Стоит не забыть сбросить счетчик не до нуля, а до десяти. И разумеется, вместо сложения выбрать вычитание с задержкой в одну секунду. И в Logic Timer не забыть то же самое вычитание. Все. Теперь о регистрации попаданий, как на тренировочных картах CSGO. Здесь все абсолютно то же самое, что и в логистике MavCounter обычного таймера. Но вместо Logic Timer можно использовать простую Funk Button, реагирующую на урон. А чтобы сбросить счетчик попаданий, можно взять еще одну кнопочку, обнуляющую все три счетчика. Если вы чего-то не поняли или хотите сэкономить свое время, оформляйте платную подписку на нашем бусте и смело забирайте проект карты. А на этом все. Удачи, тамодачи!